На видеоселекторном совещании, прошедшем 20 февраля, особое внимание было уделено поддержке лиц с инвалидностью. Отмечалось для предприятий и организаций, нанимающих их, предусмотрен ряд льгот. Также будет создана национальная система обучения, трудоустройства и привлечения к спорту лиц с особыми потребностями. К тому же предприниматели, 50% персонала которых составляют работники с инвалидностью, получат возможность напрямую заключать контракты с государственными заказчиками. Подробности в материале далее. Лицам с особыми потребностями необходимо создавать условия. Уровень доступности общественных мест и к социальным объектам, транспорта, инфраструктуры не отвечают в полном объеме тем требованиям, которыми могли бы полноценно воспользоваться наши сограждане. Конкретные указания по устранению пробелов были даны президентам в ходе видеоселекторного совещания по приоритетным задачам в сфере социальной защиты. Теперь проекты строительства зданий и сооружений будут обязательно проходить экспертизу на создание удобной среды для лиц с инвалидностью. Приняты меры для организации безбарьерной среды в общественном транспорте, на остановках и перекрестках. Вопросы освоения профессий и трудоустройства тоже в приоритете. На них в том числе сосредоточены и моноцентры Ищке-Амархамат. Навыки получают не только по привычным для женщинам специальностям. Рабочий день у Кудхоны Арматовой начинается с самого утра. Она занимается изготовлением цветочных композиций из мыла. Заказывать достаточно. Довольных клиентов еще больше. По словам нашей героини, теперь это не только ее любимое дело, но и довольно прибыльное. Наша героиня обеспечивает себя и свою семью на протяжении уже четырех лет. Профессия стала не только источником дохода. Важно, в моноцентрах не только обучают бесплатно, но и выплачивают стипендию. В моноцентре Ищке-Амархамат созданы такие условия, что я обучилась шитью и созданию цветочных композиций из мыла. Для мужчин также предоставлены возможности для овладения ими современных профессий. В основе этих благих дел лежит поддержка и забота нашего президента о нас. Его внимание вдохновляет нас на новые свершения. Из полезных нововведений. Совсем скоро запустится электронная площадка, где те, кто нуждаются в заботе и практической поддержке, смогут реализовывать авторские изделия онлайн. А исходя из задач, обозначенных на видеоселекторном совещании, до конца года в бюджетных организациях будет трудоустроено 20 тысяч лиц с инвалидностью. В ходе совещания президент отметил информирование Махали об оказании социальных услуг должно быть на профессиональном уровне и обязательно основываться на принципах социальной справедливости. Дан ряд указаний по их реализации. В частности, перед руководителями области поставлены задачи по интеграции в жизнь и общество лиц с инвалидностью. При этом самое главное – обеспечить их занятость, обучить необходимым навыкам и профессиям. Причем поставлены конкретные сроки. Вместе с этим руководитель страны обозначил конкретную задачу при реализации новых инвестиционных проектов, при создании министерств и ведомств принимать на работу в первую очередь людей с инвалидностью. Что касается сферы здравоохранения, в районах и центральных больницах будут организованы отделения медицинской реабилитации. Для маломобильных же граждан увеличится ассортимент протезных средств с 18 до 30 видов. Наша деятельность руководителем страны была рассмотрена критически и были отмечены приоритетные задачи на 2024 год. Даны поручения при участии Махалинской семерки по поиску настоящих получателей социальных пособий и адресного обеспечения ими. И наряду с этим касательно обучения профессиям и обеспечения занятости трудоспособной и нуждающейся в работе категории населения. Президент определил также конкретные планы. Указал на необходимость выделения в центральных поликлиниках 5% койко-мест для реабилитации и лечения лиц с инвалидностью. Государством определено создание ассоциации развития спорта лиц с инвалидностью. Они будут привлекаться к массовому спорту, начиная с Махали. Отмечена важность создания художественных произведений, вдохновляющих и мотивирующих людей, нуждающих в работе.